Друзья, если вы вдруг окажетесь на станции Новокузнецкая московского метаполитена и присядете на дно из лавочек, помните, что вполне возможно, что это те самые скамьи, которые когда-то находились в первом храме Христа Спасителя, который был обзорван и уничтожен в 31 году. Этот вопрос волновал многих, и было проведено множество расследований. Конечно, ни одно из них полного подтверждения не получило, но все же вероятность такая есть. Эта станция была открыта в 1943 году. Представляете, во время войны продолжалось строительство московского метаполитена. Архитекторы, на тот момент молодые архитекторы супружеской пары Иван Таранов и Надежда Быкова. И вот те самые скамьи, где сейчас одна из них, на которые сейчас молодой человек присел. Видите, они очень необычной формы, с валютами. Это вот завитки по краю. С растительными орнаментами винограда совсем не тема, которая продолжается на потолочной части. Мозаичное панно, посвященное подвигу во время Великой Отечественной войны русского народа, советского народа. Вот именно поэтому и закралось такое предположение, что скамьи эти были на храме Христа Спасителя во внутреннем убранстве. Вот посмотрите, какие эти скамьи. Виноградные листья. Вот сами грозди винограда. И вот эти завитки, которые называют валютами. Но все-таки легенда эта считается неправдоподобной, потому что начатое строительство в 1938 году, а закончено уже в 1943. И по рассказам сына архитекторов, все-таки эти скамьи были изготовлены именно в 1938 году из мрамора месторождения под Челябинском. Там они хранились до 1943 года. Кстати, за это, как в том считалось, излишество архитектурное, чуть архитекторы не получили срок. Но все-таки решили не переделывать эти скамьи. Они были... Они поставлены в том же виде, как и есть. И впоследствии, по завершении работ, архитектор получили сталинскую премию. Вы видите, какая многолюдная станция, даже в наши времена. Но вот мозаики посвящены подвигам советского народа Великой Отечественной войны. Кстати, интересно, что они изготовлены были в блокадном Ленинграде. А вот и памятная доска, посвященная памяти Александра Фролова, мозаиста Владимира Александровича Фролова. Интересно то, что ученый не дождался открытия станции, умер от голода во время блокады. И вот его творение присутствует на этой станции. А на переходе на другие диаметры направления Медведкова, Новокосино, нас встречает вот панно такое. Выйти в центре Ленин, но когда-то на этом месте был Сталин. И запечатлены герои, победившие войну, герои труда и защитники. Советской страны. И что самое интересное, мало кто знает, что здесь запечатлены и архитекторы, авторы этой станции. Вот в самом центре с проектом в руках и циркулем. Это главный архитектор Иван Таранов. А вот для женщины с короткой стрижкой, это его супруга. Надежда Быкова и Иван Таранов. Вот такое замечательное панно. Я много раз обращала, проезжая на это панно, но подлинной истории этого, конечно, не знала. Мне это не было известно. Вообще, ранее в метрополитене много было портретов Сталина, скульптур. Но потом, конечно, заменили все на другие. Борельефы, панно. Но вот здесь Ленин еще остался. Итак, друзья, помните, оказавшись на этой станции и присев на скамью, а вдруг она все-таки окажется, одна из них, хотя бы окажется той, которая когда-то была в храме Христа Спасителя. До конца эта тайна еще не открыта. Ну, а из убранства Христа Спасителя кое-что все-таки сохранилось до наших дней. Это горельефы, которые сейчас находятся в Донском монастыре. Это колокол, который находится в стороне Сергея Лаври. Это трон патриарха Тихона, который сейчас в храме Христа Спасителя. И несколько еще других раритетов, о которых уже в других программах, возможно, я расскажу. Все вам доброго. С вами была Ирина и «Московские тайны». И это станция метро «Новокузнецкая тайна скамей с валютами». Продолжение следует...